Вот регион 62-й. Если нужен регион 190-й, допустим, мы это вынимаем и делаем вот единицу 9-0. Все, потом сюда закладывается пластина, и это все идет под пресс. Затем номер протягивают через пленку. Вся процедура занимает 5-7 минут, но распространяется только на дубликаты номерных знаков. Их выдают тем, кто потерял или испортил свой основной номер. Новые регистрационные знаки приходят в Рязань в запечатанных коробках с московского завода. И уже в 2018 году граждане увидят их в новом дизайне. Разработкой занимаются специалисты Российской автомобильной федерации. Они планируют заменить металлический номер на полимерный, сделать особые отметки для ретро и спортивных машин. Но главное – новый формат. Данные теперь можно будет вносить и в одну строку, как раньше, и в две. Такие почти квадратные номера уже были в Советском Союзе. Сначала белые на черном фоне, потом наоборот. Также специалисты предлагают полностью отказаться от кода региона. Дело в том, что в крупных городах их катастрофически не хватает. В Москве уже шесть кодов и требуются дополнительные. В Рязани такой проблемы пока нет. В настоящее время в подразделении ГОСАИ при осуществлении регистрационных действий выдаются государственные регистрационные знаки с обозначением кодового региона 62. Проблем с нехваткой номеров нет и в ближайшее время не будет. Свой вариант регистрационных знаков подготовила и студия Артемия Лебедева. Дизайнер предлагает вместо числового обозначения региона использовать герб области. Также в номере будут присутствовать две цифры и четыре буквы из латинского алфавита. Причем не все. Дизайнеры исключили символы, которые на слух воспринимаются одинаково и пишутся похоже. Под запрет попали H, P, Q, S, V, W и ряд других букв. Таким образом, в новом формате будет 4,5 миллиарда вариантов, которых хватит на ближайшие 100 лет. А вот за красивые номера, возможно, скоро придется побороться на аукционе. Соответствующий законопроект о государственной регистрации транспортных средств будет утвержден после Нового года. Правила аукциона еще предстоит разработать Министерству экономического развития. Однако новые разработки не должны пугать рязанцев. Использование государственных регистрационных знаков, выданных ранее, в нашей стране не запрещено. То есть гражданин может управлять транспортным средством, на который установлены государственные регистрационные знаки старого образца. Таким образом, изменения коснутся только новых номеров, обогатив историю России новыми форматами. Какой вариант победит, узнаем в октябре 2018 года, во время утверждения национального стандарта регистрационных номерных знаков.